Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я точно не знаю, насколько по времени выйдет данный видеоролик, но думаю, что будет достаточно длинным, достаточно таким, знаете ли, скучноватым. Не то, что сам по обзору, который выходит завтра, премьера которого состоится завтра в 20.00, но перед всем этим хотел бы вам опять-таки напомнить, опять-таки хотел бы вам подсказать, что Аризона Руллиплей Феникс IP, а также мой никнейм, по которому вы, как добропорядочный гражданин, сможете получить себе целых 300 тысяч вертов на руки своего персонажа, и после этого вы сможете сделать все остальные действия и все остальное, что только будет вам угодно в вашей светской жизни на таком проекте, как Аризона Руллиплей Феникс. Так вот, давайте перейдем немного к уже этой теме, да, потому что лично для меня это, наверное, одна из самых интересных тем, которые я бы мог вообще, на которые я бы мог говорить достаточно долго, и вообще я бы очень хотел записать какой-то, знаете ли, подкаст, какую-то рефлексию на тему всего этого, например, каких-то событий и так далее, подкаст, или там рефлексию записать на, я не знаю, полчаса, возможно, 40 минут, надеюсь, что этот видеоролик в нечто подобное не превратится, да и все. Но, опять же, нечто подобное тут будут, какие-то грани подобия тут будут, поэтому как бы на фоне геймплея в таком более-менее хорошем качестве можете его смотреть и, в общем-то, наслаждаться, либо просто куда-то свернуться и заниматься своими делами, как бы, ну, более, ничего такого, наверное, не будет. То есть спокойно, расслабленный тон, спокойная такая, знаете ли, манера поведения и манера речи. Стоит начать вообще с самого начала. Откуда появилось, как бы, такое, я не знаю, такое суждение, что сам вообще должен умереть. Во-первых, ну, все в мире, как бы, понимаете ли, не вечно, как бы, ничего вечного в мире нету, и все рано или поздно уйдет. Там, знаете ли, постепенно умирает CS 1.6, да, она в данный момент является какой-то, знаете, такой нестареющей классикой, но вот, я не знаю, дети, люди, 2000, блядь, как-то я странно разделил, я не знаю, какого-нибудь там, я не знаю, 2009-2010 года рождения уже вряд ли вспомнят про CS 1.6. Уже все играют в CS GO, и даже мои, казалось бы, ровесники, с которыми мы проводили большое количество времени в CS 1.6, уже сами играют в CS GO, и говорят, мол, CS 1.6 устарело, это все полнейшее говно, а мне лично вот всегда больше нравилось CS 1.6, нежели CS GO. Так вот, это я все к чему. Когда-то давно у Андрюхи Киевского был челлендж. В то время я только начинал его активнейшим образом смотреть, до этого тоже поглядывал, но вот прям вот, начиная где-то с этого видеоролика, и до этого видеоролика, там несколько роликов, я вот начал смотреть прям активно, не пропуская ни одного ролика, как-то участвуя в обсуждении всего этого, и вот Андрюха запустил такой челлендж, мол, предположил свою, такую, знаете ли, теорию, гипотезы того, как вообще может умереть наш любимый San Andreas Multiplayer. Я, обладая на то время таким, знаете ли, маленьким медийным ресурсом на где-то примерно тысячу человек, я решил тоже высказаться по этому поводу, и назвал примерную дату, не знаю, 2020-2021 год, я подумал, что к этому году уже GTA 5 станет таким, знаете ли, заменителем GTA Sample, однако сейчас у нас конец 2019 года, уже там, 17 декабря, и никаким заменителем, к сожалению, оно не стало. К сожалению, или к счастью, оно не стало, потому что у людей до сих пор нет денег на компьютеры, даже если есть, допустим, как у меня, я вот в GTA вот это вот РП не заходил, потому что оно мне, в принципе, вообще абсолютно точно неинтересно, и это, ну, полнейшее говно. Вот. И знаете ли, в чём дело? Тогда, то есть, все вообще никак не затрагивали эту тему, которую я затрону в данном видеоролике, тогда все просто говорили, что, мол, Sample не умрёт никогда, Sample станет анистареющей классикой, как S1-6, как какие-то прочие, там, я не знаю, игры и всё прочее, как там какая-нибудь, не знаю, линейка вторая, которую до сих пор стараются поддерживать, как Crossfire какой-нибудь, да, то есть игры уже морально устарели, морально в плане движка, в плане физики, в плане абсолютно всего они устарели, в плане комьюнити они устарели, в плане абсолютно всего они устарели, но вот до сих пор почему-то живут, и до сих пор почему-то всё именно вот так вот получается, до сих пор по Crossfire есть какие-то ютуберы, лично я в Crossfire никогда не играл, мне всегда казалось, что Crossfire это какая-то, я не знаю, блять, просто КС 1.6 со скинами, блять Я так и не понял вообще В чем прикол этого кроссфайра, однако ладно И вы знаете, вследствие последних событий Я заметил то, как легко Банятся каналы на ютубе Просто вот, блять, как же легко банятся каналы на ютубе С правовой точки зрения, разумеется С юридической точки зрения Все абсолютно легально, все законно Были нарушены авторские права на песни Все нормально С человеческой точки зрения страйки кидают Опущенные хуесосы у ебаной у щепенца И даже начиная от каких-то там Я не знаю, обычных людей У которых заведено, что страйки никто не кидает Заканчивая лейблами Где тоже заведено, что страйки никто не кидает Но видимо, знаете ли, Warner Music Решил стать такой Я не знаю, таким Санцетом самповским Такой вот, я не знаю, самповской луняшей Таким самповским Андре Сукрея Там не знаю, самповским Владом Гантелей Да, там я не знаю, какие еще есть люди Которые кидают страйки Самповским, я не знаю, кто там есть Ну вот кто, Давидычем Который тоже кидал страйк Немаги Вот, и всем прочим Но, как бы, все вот так вот происходит И понимаете, абсолютно любой Ютубер может быть завая Разумеется, если Долоринзе не разбанят канал То всю аудиторию он вернет Даже отсеет неактивную аудиторию Его останутся смотреть только Активные люди Однако, такие удары могут Для человека, как бы, сделать соответствующие выводы Допустим, я не знаю, там, не знаю Человек развил какой-то свой бизнес Уже в реальной жизни Допустим, вот так же можно Да, я не знаю Получать деньги С проектов, блядь Не тратить их на шмотки Не тратить их на прочие потреблятские вот эти вот потребности Просто копить, копить, копить Купить себе там какие-нибудь квартиры Да, и их сдавать И просто вот на эти деньги, получается На пассиве жить Разумеется, у этого есть свои подводные камни С этого, разумеется, нужно платить налоги Как же иначе Но, все такое И, как бы, понимаете Человек подумает Ну, блядь, суды какие-то Разбирательства Разбанивать канал Или создавать новый канал Набирать на нем аудиторию Делать все ролики То есть, этот человек, разумеется, все Выбивает из колеи И, если у человека есть какой-то бизнес в реальной жизни Который намного прибыльнее Который уже, я не знаю Давно приносит доход больше, чем Все это Я не говорю, что у кого-то из забаненных людей Или у того же Делорензи Который ему удалят канал Есть какой-то бизнес Я не знаю Я этого знать не могу Я в его налоговую декларацию не залазил Кстати, очень интересно Как сам ютубер декларирует свои доходы Они зарегистрированы как самозанятые Потому что у нас, вы знаете Самозанятость уже распространилась на многие регионы нашей страны И уже практически В большинстве крупных регионов Можно стать регионах Можно стать самозанятым Если ты, допустим, зарабатываешь Меньше 200 тысяч рублей в месяц Ты можешь как бы зарегистрироваться как самозанятый И вот платить всего 4% от своих вот этих вот Всех доходов, всех поступлений, всего прочего В налоговую И жить вполне себе таки спокойно Однако у сам ютуберов же там намного больше И они чаще всего регистрируют ИП Чтобы все это было Я уверен, у Делорензи нечто подобное зарегистрировано Если нет, то я не знаю Как он, блядь, что с деньгами делает Блядь, как он эти свои миллиарды, миллионы тратит Мне без разницы на все Это тема денег Ну такая Деньги пыль Абсолютно точно То есть я Социалист Ладно, блядь Мы не будем про всю эту хуйню говорить Я ничего не буду говорить, блядь Просто я уже во многих роликах все это говорил И вы знаете Просто вот Из-за таких нападков Нападков Из-за всего прочего Когда людям просто удаляют каналы Когда сами прям просто вот так вот удаляют каналы Разумеется, сам тоже теряет аудиторию Так как аудитория Сампа держится исключительно на ютуберах Да, разумеется, у Сампа есть свой костяк аудитории Которая там приходит, уходит Но это, ну, давайте будем реалистами Ну около, наверное, пяти В лучшем случае, я не знаю Десяти, возможно, тысяч человек Вот чистая аудитория Сампа Которая не от ютуберов приходит Которая держится не при помощи ютуберов Да, а вот чистая аудитория у этого самого Сампа И вот эта аудитория с каждым там новым баном на сервере С каждой какой-то новой хуйнёй Она будет всё уменьшаться и уменьшаться И если, тем более, не будет каких-то GTA-самп ютуберов Которые снимают ролики по этому самому GTA-сампу То, ну, такое себе Если вы спросите моего мнения Чего я хочу, чтобы самп закрылся Или чтобы самп не закрылся Мне похуй То есть я сделаю свои законные тысячи роликов Выпущу самп-обзоры на всех самперов На которых я хотел выпустить эти самые самп-обзоры И посмотрю на результат И уйду Либо останусь Если результат меня устроит Если на этом можно будет зарабатывать какие-то деньги И не ходить на работу Да, если нет, то нет Мне, в принципе, похуй Да, на всё это Я это делаю только потому, что мне это нравится И ютуб лично в моей жизни Как лично мне кажется Будет присутствовать всегда в той или иной степени Потому что я не представляю, чем может заниматься человек Когда он просто приходит, я не знаю, с работы, с учёбы И не заниматься ничем Ну, это как-то глупо Я не знаю вообще То есть я, если ролик вот Какой-то я в какой-то день не сделаю Я чувствую себя омерзительно Как будто бы я просто день проебал в никуда Просто вот 24 часа своей жизни я просто проебал Да, там какую-то часть на сон Какую-то часть, я там не знаю На поесть какую-то часть На ещё какие-то вещи На всё прочее И мне это, ну Блядь, неприятно от самого себя Что я нихуя за этот день не сделал Хотя мог бы выпустить видеоролик Как-то, я не знаю, у совершенства И, допустим, дикцию, монтаж Монтаж, разумеется Нет, он всегда идёт прямой склейкой Наверное, быстроту монтажа Автономность того, как всё это делается Наверное, многие знают, что я уже Записываю видеоролики абсолютно точно без сценария То есть всё, что я говорю в своих видеороликах Это чистая импровизация И всё всегда записывается с одного дубля У меня на канале железное правило Что абсолютно все видеоролики записываются с одного дубля Без вырезаний Поэтому вы можете увидеть, ой, вернее, услышать Вздохи, охи, всё прочее Я учусь говорить одним дублем Просто вот так вот Я это говорил в своём первом видеоролике на канале Я говорил это там, блядь Во втором ролике на канале Я говорил это, блядь В двадцатых, в тридцатых роликах на канале Всё такое Всем спасибо, кто послушал этот мой, я не знаю Монолог Наверное, как-то так Обзор выходит завтра Премьеры в 20.00 Вы сможете его посмотреть Он не напряжный, динамичный А на 24 минуты 20 секунд После просмотра данного видеоролика Скорее всего, уже появилась Премьера, так сказать На которую можно записаться И прийти завтра в 20.00 Поэтому не упускайте свой шанс Посмотреть фильм В GTA Sampe Такого вы не найдёте больше нигде Всем спасибо за просмотр За поддержку, без вас ничего этого бы не было По итогу, если коротко ответить на вопрос Если коротко подрезюмировать А Sampe умрёт от недостатка ютуберов Если сервера перестанут платить Если страйки будут постоянными И всё такое Ну тут, опять же, от человека зависит Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok